Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, с вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем чтение книги «При мудрости Соломона» и сегодня у нас с вами восьмая глава. Здесь мы наблюдаем, что в седьмой были обозначены основные свойства, базовые внутренние качества премудрости как таковой. Восьмая глава будет преимущественно повествовать об отношении человека к премудрости, что он от нее хочет, что он от нее получает. Первый стих заканчивает мысль с седьмой главы, 8.1. Она быстро распростирается от одного конца до другого и все устраивает на пользу. Это распространенная идея Библии вообще. Божия помощь, Божия благодать, как у апостола Павла будет сказано, врачует немощных, восполняет оскудевающих. Здесь же премудрость молниеносно исправляет всякую ситуацию. Я полюбил ее и взыскал от юности моей, и пожелал взять ее в невесту себе, и стал любителем красоты ее. Она возвышает свое благородство тем, что имеет сожитие с Богом, и владыка всех возлюбил ее. Она таинница ума Божия и избирательница дел его. Если богатство есть вожделенное приобретение в жизни, то что богаче при мудрости, которая все делает? Если же благоразумие делает многое, то какой художник лучше ее? Если кто любит праведность, плоды ее суть добродетели. Она научает целомудрию и рассудительности, справедливости и мужеству, полезнее которых ничего нет для людей в жизни. Если кто желает большей опытности, мудрость знает давно прошедшее и угадывает будущее, знает тонкости слов и разрешения загадок, предузнает знамения и чудеса, и последствия лет и времен. В данных стихах озвучена мысль, сходная с другим текстом – песню «Песни Соломона». Она также атрибутируется, также относится к царю Соломона. Он любитель мудрости, с одной стороны, а с другой стороны известен своей широкой полигамией. Но этот текст, в общем-то, повествует о любви мужчины к совершенно конкретной женщине. Большинство толкователей, как в рамках иудейской, так и в рамках христианской традиции, видят здесь глубокое второе поле смыслов. Что здесь не только про конкретные отношения одного мужчины и одной женщины, а про некие широко понимаемые взаимоотношения. С точки зрения иудейских толкователей, это отношения Бога и Израиля, то есть возлюбленного и его возлюбленного. С точки зрения христианских толкователей, это также будут отношения Христа и Церкви, где также Христов возлюбленный, а Церковь, Новый Израиль, возлюбленная. Интересно, кстати, как этот мотив преломится уже в наше время. Есть толкование на «Песнь песни» про Терея Геннадия Фаста, и в том числе им представлен молебный канон, построенный в рамках подготовки к причастию, где все основные темы построены вокруг именно данного текста. Про то, как душа строит свои отношения с Богом, как двое возлюбленных, как она ищет его, как она находит его, как он сам стремится к ней. Все эти темы через этот Ветхозаветный текст очень четко представлены. Что же мы видим здесь? Что в принципе автор относит нас к этого же уровня тематики. Он говорит, я полюбил ее и взыскал от юности моей, и пожелал ее взять в невесту себе и стал любителем красоты ее. Вот здесь образный ряд чисто из «Песни песни», где описываются и красоты возлюбленного, и красоты возлюбленной, и напряженность чувств между ними, их глубина и реальность. И здесь подчеркивается еще и второе поле смысла. Она возвышает свое благородство тем, что имеет сожитие с Богом, и владыка всех возлюбил ее. То есть любящий премудрость становится подобен Богу, который также любит эту премудрость. Через это подобие любви происходит уподобление этой другой фигуры любящего. Господь любит премудрость, праведность, то есть добродетель. Человек любит также премудрость, праведность и добродетель. И этим они становятся похожи. Понятно, что это не абсолютная параллельность. Но некоторые сходства через объект любви они тем самым получают. А вот дальше здесь возвращение к темам, про которые мы говорили на прошлой лекции. К темам книги «Притчи Соломонова», где рассказывается о том, что премудрость соприсутствует Богу при творении мира. Если мы внутренне проводим параллель между премудростью и Христом, то в принципе все это обретает достаточно однозначное звучание. Как в смысле отношений любви, в том плане, что все новозаветные тексты на эту тему, что с Христом нужно и должен строить реальные отношения, не как, например, с законом. Ведь закон – это принцип, ветхозаветный закон. Его невозможно любить, как нельзя любить, к примеру, закон притяжения или закон сохранения энергии. Его важно понимать. И понимать, как он действует в мире и как содействовать с ним. Поэтому апостол Павел с некоторой холодностью будет говорить об отношении к закону. Христос, в отличие от закона, не принцип, а личность. И поэтому к нему и с ним могут быть отношения. И здесь о премудрости мы слышим то же самое. Более того, мы понимаем, что у Христа присутствуют параллельно однозначные же отношения и внутри Святой Троицы, потому что он ее часть. Он из них никогда не уходит. И вот здесь и получается эта двойственность, что с одной стороны у премудрости всегдашнее отношение с Богом, а с другой стороны, что она всегда хочет построить отношения с людьми. Если мы видим здесь фигуру Христа, то все это совершенно однозначно уравновешивается. Дальше приводится несколько параллелей «если то». Если богатство есть вожделенное приобретение в жизни, то что богаче премудрости, которая все делает? В смысле, что все производит? То есть богатство дает некую часть, через него мы обретаем нечто. Но все равно через богатство нельзя приобрести всего, просто из объективных причин. То, что же богаче премудрости, подчеркивает автор, которая как раз все делает, все производит. Соответственно, по сравнению с богатством, премудрость выше. И дальше такого же типа параллель и со всеми остальными вещами. Если же благоразумие делает многое, то какой художник лучше ее? Это еще раз возвращает нас к тексту притчи Соломоновых, где говорится о премудрости. «Я наблюдала, как Господь проводил черту по лицу бездны, как Он определял границы вселенной подликования звезд». То есть «Я была художницей при нем», соучаствовала с ним во всем этом процессе. И, соответственно, если благоразумие, просто обычное человеческое благоразумие, хорошо, то сколь же глубже оно проявлено в премудрости, которая наилучшей из художников. Благоразумнейший изберет ее своим проводником в этот мир чистого разума. Далее аналогично. Если кто любит праведность, плоды ее суть добродетели. Она научает сломудрию и рассудительности, справедливости и мужеству, полезнее которых ничего нет для людей в жизни. То есть если ты любишь праведность, то она – источник чистоты и правды. Можно попытаться получить добродетели по одной, а можно найти их корень, приобрести его и через него, через этот корень, получить все в полноте. С премудростью параллельно, если мы имеем в виду с премудростью Христом, так и получается. Если человек приобретает Христа, если он начинает жить с ним, а Христос, соответственно, взаимно, то добродетели произрастут, как органичные плоды. И мы наблюдаем, что в рамках нашей внутренней жизни часто так и получается. Мы бьемся об стену, пытаясь наработать, жестко ввести в себе в навык какое-то конкретное доброделание, хотя бы одно – терпеть ли ближних, или не осуждать, или что-то еще. И иногда мы даже преуспеваем. Но это объективно очень большой путь и очень тяжелый. Мы наблюдаем, как этот огромный массив предыдущего опыта системно тянет нас назад. А тут другая логика. Например, у святых с определенного момента времени, может быть, не у всех, но целого ряда, происходит изменение в них органично, как таковых, в их внутреннем человеке. До какого-то момента они в напряжении бьются за добродетели. Потом меняется угол зрения, все становится другим. Преподобный Серафим, который простил нападавших на него разбойников, сделал так не потому, что сам бы он хотел их посадить во строк, но, совершив над собой усилие, смирился под слово Евангелие. Нет, это не так. Для него это был органичный поступок, потому что он уже вошел в то состояние, из которого не нужно труда для такого рода решений. И, конечно, такого типа внутренних изменений мы чаще всего наблюдаем у преподобных, то есть у тех, кто наиболее обращает внимание на внутреннее течение жизни, на то, как развивается их внутренний человек. При том, что мы видим, путей святости много, и это не единственное. Не только через умную молитву и отсечение повыслов человек может подойти к Царству Небесному. Но здесь один из наиболее, может быть, линейных путей, одно из наиболее системных решений. Приобрети жизнь с Христом, а изнутри нее целый ряд вещей просто отпадет. И наоборот. Целый ряд вещей взрастает сам по себе. Вот и здесь автор отмечает. Если любишь праведность, то плоды при мудрости и есть целомудрия, рассудительность, справедливость, мужество. И далее. Если кто желает большей опытности, мудрость знает давно прошедшее и угадывает будущее. Знает тонкостью слов и разрешения загадок. Предузнает знамения и чудеса, и последствия лет и времен. Здесь еще небольшая отсылка к экклезиасту. О нем, как о носителе мудрости, говорилось, что он как раз и занимался накапливанием того, что мы воспринимаем как мудрость как таковую. Он искал изящных речений, искал мудрости в словах и целый ряд других вещей. И эта мудрость и здесь обретается в том числе. Нужно заметить, что это последний из признаков. То есть может быть и как наименее важный, основный и выше. Пре мудрость лучше искать, потому что она все делает, все производит, всем обладает. Ее лучше искать, потому что она источник всех добродетелей. Но ее можно искать еще и потому, что действительно и мудрость как таковую, как обычную человеческую мудрость, она дает в том числе. А дальше уже говорится про путь этих взаимодействий. «Посему я рассудил принять ее в сожитие с собой, зная, что она будет мне советницей на доброе и утешением в заботах и печали. Через нее я буду иметь славу в народе и честь перед старейшими, будучи юношею. Окажусь проницательным в суде и в глазах сильных заслужу удивления. Когда я буду молчать, они будут ожидать. И когда начну говорить, будут вынимать. И когда продлю беседу, положат руку на уста свои». Мы помним, что рассматриваем текст в поле большого ветхозаветного контекста. И вот перед нами один из хороших примеров ветхозаветного отношения к жизни. Мы говорили о том, что сам текст книги указывает на очень серьезное переосмысление авторам таких категорий, как пол, возраст, до базовых сопутствующих им категорий. Возрасту, к примеру, сопутствует мудрость, а полуплодовитость. Они этим вроде бы ценны. И мы видим, что в ранних главах автор говорит «нет, перед Богом человек ценен не этими вещами». Если человек стар, это не значит, что он мудр. Или если человек бесплоден, это не значит, что он неправеден. И так далее. Ну вот, перед нами некий отзвук стандартного ветхозаветного видения и стандартного ветхозаветного мышления. Хороший пример 22-й псалом. Он очень патетичен, очень располагающий. Он утверждает нас в уповании на Бога. Он очень высок. Но при этом в нем содержится подобного же достоинства мысль. Читаем. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях, и вводит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, наставляет меня на стезе правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Очень серьезный, очень важный текст. И маленькое но. Такое вот простое, простое человеческое. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Что имеется в виду? Они будут видеть, как ты возвысил меня, как ты печешься обо мне, не как о них. То есть банально, я буду насыщаться от твоих, Господи, даров, а они, голодая, со стороны будут смотреть на то, как ты меня покоишь. Потому что я праведен, а они нет. Для Давида это совершенно ясно, прозрачно и понятно. Мы помним, что у него вполне себе было достаточно стандартных по ссю сторонних врагов. И это действительно его надежда и его упование. Потому что, кроме всего прочего, его враги живут в царских дворцах, как, например, Саул. А он со всяким сбродом якшается по пещерам Палестины. И поэтому ему хочется надеяться, что потом-то враги его увидят, кто тут на самом деле прав, а кто заблуждался. Понятно, что за эти тысячи лет Псалтырь очень сильно переосмыслилась. И целый ряд пассажей, которые мы в ней видим, как бы заранее мы в них стараемся понизить этот градус. Потому что логично. Мы на самом деле ведем бой со своим внутренним врагом. И на самом деле хотим, чтобы он был посрамлен. И хотим, чтобы он увидел, как мы сидим за трапезой Господней. А он находится вне, в контексте причастия, например. Это очень понятно. Но здесь есть и самый простой первоначальный смысл. Человека, которого гонят, человека, которого гонят сильнейшие его, и который надеется на помощь от Бога. В этом смысле как раз параллель с данными стихами абсолютно однозначна. Опять же, да, это Соломон. Он говорит, «Я рассудил принять ее, зная, что она будет мне советницей на доброе, и утешением в заботах и печали». Это мы вспоминаем момент, когда Бог обратился к Соломону, чем одарить тебя, что ты хочешь от меня. Но дальше вот он, стандартный человеческий простой момент. Автор говорит, «Через нее я буду иметь славу в народе и честь перед старейшими, будучи юноши, окажусь проницательным в суде и в глазах сильных заслужу удивления. Когда я буду молчать, они будут ожидать, и когда начну говорить, будут внимать, и когда продлю беседу, положат руку на уста свои». То есть, вот насколько вознесет меня Бог. Через этот навык, через вхождение в отношения с Богом, я и социально-то поднимусь бесконечно. Мы видим, среди царей Израиля были очень разные люди. То, что они обладали царством, в общем-то, не делало их универсальными правителями, а менеджерами или фантастическими духоносцами. Навык, жизненный опыт. У всех них был очень разным. И в этом смысле Соломон хорош не потому, что он царь, а потому, что он Соломон. Потому, что решение принять мудрость от Бога, он принял правильно. И ввиду этого-то, он доминирует над своими подчиненными. Когда я буду говорить, они будут внимательно слушать. Если буду продлевать беседу, то они наложат руку на уста свои. То есть, чтобы только не перебить. Настолько удивительные вещи он говорит. Но мотив, конечно, простого человеческого превознесения. Я принял правильное решение и об этом я теперь не пожалею ни дня. Он здесь есть. Так же, как и с Давидом. Ты мой пастырь, а все те, кто тебя в пастыре себе не взял, будут смотреть на мою трапезу издали и кусать себя за локоть. Но будет уже поздно. Через нее я достигну бессмертия и оставлю вечную память в будущем после меня. У стиха есть совершенно линейное чтение. На самом деле, мудрость утвердила имя Соломона в веках. Автор имеет в виду не столько личное бессмертие, сколько бессмертие в памяти. Потому что Ветхий Завет только на определенном этапе еще начнет говорить о бессмертии, как о воскресении мертвых. Здесь же говорится, с одной стороны, вообще о бессмертии в памяти потомков. Я столь мудр, потому меня будут помнить в веках. Такая логика. А с другой стороны, мы имеем здесь в виду и контекст бессмертия, прямого. Вхождение в эти отношения с премудростью обеспечивает в том числе и блаженную вечность. Я буду управлять народами и племена покоряться мне. Убояться меня, когда услужат обо мне страшные тираны. В народе явлюсь добрым и на войне мужественным. Войдя в дом свой, я успокоюсь ею, ибо в обращении ее нет суровости, не всажите с нею скорби, но веселье и радость. Здесь тоже важный момент. Мы еще дважды наблюдали в тексте в первой главе и в шестой главе обращение автора к судьям земли. Книга написана вообще ко всем, но параллельно у нее есть еще некоторые аудитории, к которым автор системно обращается не единожды. И имея в виду руководителей в первых пассажах в первой и шестой главе, он как бы строго напоминает им «Ищите справедливости судьи земли». А здесь в восьмой главе он показывает, если можно так выразиться, конкретные преференции, то есть конкретные плюсы прямо сейчас от сожительства с этой премудростью и приходящей. «Вот я, Соломон, в свое время когда-то жил с ней и, соответственно, управлял народами, племена покорились мне, убоялись меня, когда слышали обо мне страшные тираны, в народе я являлся добрым на войне, мужественным». Так и вы, правители, сделайте вывод, что сожительство с мудростью дает вот этот конкретный результат. Если вам даже не очень интересно что-то там про благое по смерти или про что-то еще, воспользуйтесь мудростью прямо сейчас, потому что прямо сейчас вы можете получить от нее конкретную помощь. Далее важный пассаж по поводу того, что в обращении ее нет суровости, не всажитесь с нею в скорби, но веселья и радости. Это вообще уже конкретно тип отношений с Богом. Для нас, может быть, это не очень прозрачная мысль в плане того, что в христианской традиции мы вообще привыкли к тому, что обращение к Богу это всегда и радость, и свет. Но мы видим, как минимум, в том же, например, в Ветхом Завете, что обычный человек не всегда рад обращения Богу к нему. Когда Петр даже в Новом Завете, при этом мы понимаем, что он продукт Ветхого Завета весь целиком, когда он в Новом Завете говорит «Выйди от меня, Господи!» То есть я не готов к этой встрече. А, собственно, Ветхий Завет сам по себе таких примеров имеет многое множество. Когда явление небесной силы, к примеру, ангелов, повергает человека в ужас. Не в радости ликования, а в ужас. От несоизмеримости, от абсолютной инаковости. Что-то такое вошло в мою жизнь, что я в эту свою маленькую жизнь вместить не могу. Поэтому нет. Здесь же подчеркивается. Нет. Вхождение в эти отношения, это веселье и радость. В них нет ничего ни плохого, ни страшного. Потом эту мысль продолжит Иоанн Богослов. Что на самом деле в Боге нет страха. Что настоящая любовь изгоняет страх. Понятно, что наше с вами бытовое бесстрашие по отношению к Богу это немножко другое. Как Антони Великий под конец своей жизни сказал, что вот теперь-то я ни в чем не боюсь Бога. Потому что он вошел с ним в те самые отношения, и теперь-то вот он его видит и понимает. Как правило, мы не боимся Бога в самом простом ветхозаветном смысле. Просто не боимся. Или боимся как раз в те моменты, когда лодка жизненно дает течь. Это совсем другого типа страх. Должны быть иные отношения. Это и страх другой, и бесстрашие Бога тоже другое. Размышляя о сём сам в себе, и обдумывая в сердце своём, что в родстве с премудростью бессмертия, и в дружестве с нею благое наслаждение, и в трудах рук её богатство неоскудивающее, и в собеседовании с нею разум, и в общении слов её добрая слава, я ходил и искал, как бы мне взять её себе. Это итог всей восьмой главы. То есть автор перечислял, что в общении с премудростью всяческое благо, и в дружбе с премудростью человек обретает полновесное множество даров и благословений. И здесь некоторый цикл в течении мысли. Вот он это один раз озвучил, вот второй раз озвучил, подводя как бы итог. Теперь понимая, что в обращении с мудростью все блага, я потому-то и озаботился её поисками. Я был отрок даровитый, и душу получил добрую. «Притом, будучи добрым, я вошёл и в тело чистое. Познав же, что иначе не могу овладеть ею, как если дарует Бог, и что уже было делом разума, чтобы познать чей это дар, я обратился к Господу, и молился Ему, и говорил от всего сердца моего». А далее будет уже начало девятой главы. Но вот здесь перед ней важный момент. Во-первых, здесь говорится о том, что сам автор, сам по себе, уже имел некие преференции, которые позволяли ему в эти отношения с премудростью войти. Он и человеком был неплохим, и ничем себя в жизни особенно не запятнал. Но опять же, это выглядит как некая линейная похвальба. Познав же, что иначе не могу овладеть ею, как если дарует её Бог, что уже было делом разума. То есть уже тогда я, в общем-то, был не так, буду, понимая, как это может произойти. Важно, он чист, то есть чистый в религиозном иудейском смысле. Чистое тело не только, как неосквернённое плотскими грехами телесность, но и не запятнанное в том числе никакой религиозной нечистотой. Но автор понимает, что и этого-то всего недостаточно. Премудрость дарует лишь сам Бог. Поняв эту закономерность, он пишет, «Я и обратился к Богу, и молился о том, чтобы Он мне её даровал». Субтитры создавал DimaTorzok